Дедушкиными консервами назвали СМИ новую, а точнее старую технику, следующую на фронт в Украине для подкрепления российских войск. До настоящего момента самыми старыми танками, которые Москва использовала в войне, были Т-62, производившиеся с 1961 года. Теперь, похоже, и этот ресурс исчерпан. Армия России стала снимать с консервации еще более устаревшее оружие Т-54 и Т-55, производившееся во времена Второй мировой войны. Честно говоря, нам не очень понятно, как их собираются использовать, ввиду их крайне плохих характеристик. Этих старых танков у них нет ни системы управления огня, некоторые из них у них нет стабилизации орудия, в общем, и броня у них так себе. Движущийся эшелон был заметен в городе Арсеньев Приморского края. По словам аналитиков, состав недавно отправился оттуда и последовал на запад России, для переброски в Украину. Это не первый случай, когда танки на этой базе расконсервируют и отправляют на фронт. В октябре в Екатеринбурге попал на видео эшелон с танками Т-62, который тоже отправился из Арсеньева. Говоря о тенденции, эксперты имеют в виду также недавнее снятие с хранения очень старых БТР-50. На спутниковых фото видны открытые площадки для хранения этой техники и ангары. По мнению расследователей, не ранее 12 июля и не позже 2 октября 2022 года базу покинула как минимум 191 бронемашина. Хотя в реальности это число может быть выше, утверждают специалисты, поскольку машины, лучше всего подготовленные к боевому использованию, обычно находятся в ангарах и зафиксировать их отправку сложно. Все больше и больше признаков того, что есть серьезные проблемы у российской стороны с техникой. То есть мы все больше начинаем видеть вот настолько старую технику. Проследуются тенденции. Эксперты задаются вопросом, как вышло так, что заявляющая о своем оружейном преимуществе Россия вынуждена расконсервировать настолько старую технику. И дело здесь не в том, чтобы приберечь более современную на потом. Оккупант несет слишком тяжелые потери на фронте. Те старяды, которые сейчас поставляют на фронт, очень часто они оказываются там самой худшей третьей категорией, которые просто вот на мусорку. Там их никак даже не восстановишь, даже на заводе их никак не восстановишь. И, видимо, большое количество таких запасов, оказывается, все эти года, десятилетия, они не поддерживались в нормальном состоянии, не обслуживались. И в результате и снаряды, и техника приходят в негодность. В британской разведке ранее сообщили, что путинская армия из-за острого дефицита начинает использовать боеприпасы, ранее считавшиеся непригодными. Ситуация ухудшилась до такой степени, что на многих участках фронта действует жесткое ограничение на использование снарядов. Субтитры создавал DimaTorzok